Как создать огород, чтобы получить не только хороший урожай, но и эстетическое удовольствие? В учебном центре агрохолдинга «Поиск» состоялся семинар для селекционеров и ландшафтных дизайнеров. Об истории возникновения декоративного огорода в России, а также о современных модных тенденциях в этой сфере, рассказали ведущие специалисты. Агрохолдинг «Поиск» — крупная селекционно-семеноводческая компания, которая работает на рынке уже около 30 лет. Она имеет ландшафтное бюро, тепличный комбинат, собственную структуру ритейла, а также селекционный центр. Здесь выращивают сотни видов овощей и фруктов, а питомник декоративных плодовых и луковичных растений считается самым большим в стране. Стоит отметить, что они прошли акклиматизацию в условиях средней полосы России и обладают высокой степенью приживаемости. Одной из основных активностей компании — это как раз была селекция овощей культуры. После этого мы начали работать по флоксам. Ирбольский тепличный комбинат 18 садов флоксов создан. И большая активность у нас по посадочному материалу. Настоящей гордостью компании являются ее сотрудники. Именно их профессионализм обеспечивает высокое качество и широкий ассортимент продукции. Коллектив «Агрофирмы «Поиск»» активно проводит научно-исследовательскую работу. Топ-собственными знаниями и открытиями специалисты периодически делятся с потребителями и коллегами во время семинаров и конференций. Нам очень повезло, что нам удалось открыть в августе этого месяца наш большой учебный центр. Поэтому я считаю, что эти семинары и конференции будут регулярными. Сейчас у нас Ассоциация производителей посадочного материала проводила уже два обучающих семинара. На днях в учебном центре «Агрофирмы» состоялся семинар для ландшафтных дизайнеров. Ведущие специалисты этой отрасли рассказали о секретах создания декоративного огорода. В современном мире это одна из самых актуальных тем. Ведь помимо утилитарности, для многих людей важно, чтобы их участок к тому же радовал глаз. Даже из простого, может быть, неинтересного обычного огорода, обычных прямоугольных грядок, можно сделать очень интересное пространство. Тут самое главное – придумать, что вы хотите увидеть на своем огороде. Когда есть идея, когда есть мысль, тогда уже можно над ней работать. Многим может показаться, что эта тенденция появилась именно сейчас. Но история создания декоративного огорода уходит в начало XVIII века. Уже тогда сочетание хозяйственного и прекрасного было востребованным. Елена Кузьменко занимается возрождением исторического огорода. Она руководит участком территории Дворца Петра I в Стрельне, Государственного музея-заповедника Петергов. В своей работе она использует в том числе и семена и продукцию агрофирмы «Поиск». Мы пользуемся семенами – это салаты, мяты, петрушка, кервиль. То есть однолетние культуры. Очень хороши декоративные капусты. Они смотрятся очень хорошо. И самое главное, что они практически могут уйти в зиму, украшая вашу грядку. Тем более, что мало кто знает, что декоративные капусты абсолютно съедобны. То есть их можно использовать в салат. Даже из декоративной капусты можно сварить щи. В планах у сотрудников агрохолдинга – дальнейшее развитие шоу-сада и популяризация декоративного огорода. Грамотное сочетание овощей и растений творческий коллектив покажет в экспозициях. Увидеть всё своими глазами можно во время дней открытых дверей, которые регулярно проходят в компании. Все желающие могут не только узнать много интересной и полезной информации по различным культурам, но и продегустировать продукцию агрофирмы. Луизия Гязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.